Итак, друзья, осталось совсем немного до завершения нашего мини-курса. Потерпите. Осталось нам сделать удаление элементов. Добавление у нас есть. Галочки ставить можем. Теперь давайте сделаем удаление тасков. Как вы сами уже догадались, начнем мы с раутов. То есть нам нужно определить, где у нас будет логика по удалению. А логика у нас будет по маршруту to-do-delete и далее элемент. Самый элемент, который мы будем удалять, айдишник. Именоваться данный раут будет delete-task. И отвечать за это будет to-do-контроллер и action-get-delete. Теперь давайте создадим наш action-get-delete. Переходим to-do-контроллер и добавляем метод get-delete. Да, там мы передаем не айдишник. Я сказал айдишник, мы передаем сам объект экземпляр класса item. И здесь мы можем сразу сделать проверку. Именно item нам экземпляр класса пришел или нет. Далее мы проверяем, как проверяли в прошлых уроках, действительно ли имеет текущий пользователь, имеет право удалять данный элемент. То есть данный элемент должен принадлежать текущему пользователю. Поэтому мы смотрим user-id данного элемента. И если он совпадает с user-id за логином пользователя, то, соответственно, мы делаем delete. И после delete, либо если вдруг мы проскочили это, нас redirected на route-to-do, то есть на главную страничку нашего приложения. Не главную страницу сайта, а главную страницу приложения. Сохраняемся. Теперь главный вопрос. Как сюда нам перейдет данный объект? Очень просто. Очень просто это все делается. На удивление. С помощью route-bind мы берем имя данной переменной. Она здесь как переменная у нас фигурирует. И говорим, что она будет заполняться следующим образом. Создаем функцию. И return. Обращаемся к item, к нашей базе. Делаем запрос. Where. Идентификатор. У нас равен этому значению. То есть в самом URL здесь будет стоять идентификатор, ID. Число какое-то. Но благодаря вот этой манипуляции у нас произойдет такая подстановка. То есть перед тем, как отработает наш action из контроллера to do, произойдет вот эта вот привязка. Мы по ID здесь находим данный элемент. И его мы отдаем. И получается то, что к нам уже в action приходит не ID, а приходит уже конкретный item. Ну, если таковой найдется. Теперь нам нужно в нашем шаблоне сделать саму ссылочку, благодаря которой будет происходить это удаление. Идем немножко ниже. Добавляем следующий код. Создаем ссылочку. Обращаемся к helper URL. И говорим вот по такому-то рауту сделай, пожалуйста, нам хрев. И параметр для этого хрева мы даем item id. Сохранились. Давайте посмотрим рауты. Имя раута delete task, который мы указали. И вторым параметром мы передали item. То есть, идентификатор удаляемой записи. Сохраняемся. Идем в браузер и проверяем. Открываем браузер. Обновляем страничку. Так, да. Просит он меня залогиниться. Итак, залогинились. Вот появились наши ссылочки. Давайте посмотрим, как она выглядит. To do, delete и идентификатор 1. Так, здесь у нас идентификатор 2. И здесь у нас идентификатор 3. Давайте последнюю, которую мы добавили, ее и удалим. Переходим по ссылочке. И вуаля! Все удалилось. Все отлично работает. И давайте сделаем небольшой такой нюансик. Здесь, смотрите, если мы создаем новый task. И здесь у нас по умолчанию могут запросто просочиться теги. Да, мы могли бы какой-нибудь скрипт здесь запустить. Вот он, они просочились и, соответственно, отработали. Для того, чтобы это избежать, при выводе мы можем сделать следующее. Сохраняемся. Возвращаемся в браузер, обновляем страничку и все. Скрипты уже не пройдут. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий Афанасьев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до встречи в следующих видео уроках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok